Сегодня сразу несколько школ в Челябинске перевели на дистанционное обучение. Среди них и образовательный центр номер 7. Утром руководство школы и учителя провели совещание на эту тему. Правда, комментировать, чем же заболели ученики, в ОЦ отказались. Хотим узнать, насколько вообще серьезная ситуация. То есть, если в случае пневмонии, достаточно одного случая, чтобы школу закрыли на дистанционном обучении. Если это просто ОРЗ, вы даже не можете сказать, что это за заболевание. Нет ответов даже у родителей. Учеников. Они рассказывают, что вчера дети уходили с температурой и симптомами ОРВИ прямо с уроков. Настолько им было плохо. В некоторых классах заболели больше половины учеников. Какой именно болезнью? Говорили, заболели ученики? Нет, просто что приняты такие меры. Но вам не страшно, что это что-то опасное? Не знаю, пневмония, например. Ну, страшно, конечно. Сколько это продлится? Около двух недель. Помимо ОЦ номер 7 на дистант ушли ученики Ньютона и школы номер 121 и 105, а также ОЦ номер 5. В последней подтвердили, что пять человек заболели пневмонией, причем в трех разных классах. 5% это ОРВИ. Но у нас есть несколько случаев пневмонии. Эти классы были выведены еще неделю назад на карантинные мероприятия. За ними сейчас смотрят здравоохранение. При этом директор школы рассказал, что благодаря карантинным мерам удалось остановить распространение пневмонии. По предписанию главного санитарного врача Челябинской области, дети с пневмонией должны быть на карантине 21 день. В школу эти ученики вернутся вместе с остальными классами уже в начале октября.